Добрый день, дорогие друзья! С вами Латсток МГИМО. Сегодня в нашем университете в рамках серии мероприятий Рамадан МГИМО Аланское землячество провело встречу с Муфтием, председателем духовного управления мусульман Республики Северной Осетии Алания Хаджимуратом Харумовичем Гацаловым. Хаджимурат Харумович, здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! Давайте начнем с общего вопроса. Расскажите, какие обязанности у Муфтия Республики Северной Осетии Алания? Ну, сейчас сказать об обязанностях, это очень большой и широкий спектр. Я скажу прямо, что день настолько занят, насыщен, что иногда ты не понимаешь, как пришел вечер, и когда он пришел. И что такое вечер, 6 часов, или 10 часов, или 12 часов, такое тоже бывает. Круг обязанностей. Вот вы, когда говорили, объявили меня, вы сказали, что я председатель Совета Духовного управления. Наше Духовное управление, Духовное управление руководит и координирует Совет. Совет мусульман, избранный на съезде. Я председатель этого Совета. Все наши, вся наша работа, все наши задачи, которые мы реализуем, они формируются Советом. Они утверждаются, распределяются, прописываются, и потом идет системная работа. В чем она заключается? Ну, конечно, в первую очередь, я считаю, что это самый главный акцент, это образование. Это образование не только молодежи, это образование тех мусульман, которые ходят в мечеть. Это образование цикла, которые разбиты и по возрастам, и по уровню знаний, по уровню желания получать эти знания. Они все же хотят получать. Часть людей ходят в мечеть, помоются и уходят. Вот это одна из таких, наверное, проблем ислама, которые надо нам решать всем. Это не проблема Северной Осетии, это не проблема России, это проблема ислама в целом. Тем более в тех регионах, в тех краях, где ислам, он одна из религий, то есть не главная религия. И вопрос остается открытым. Часть людей считает для себя, вот я молюсь, у меня этого хватает. Но если ты не познаешь религию, суть ее, вкус ее, то твой нрав неувидится, не улучшится. Уровень твоих знаний не будет таким, который необходим мусульманину. Соответственно, и уровень веры, наверное, другой будет. Вот это одна из самых главнейших задач, на которой мы работаем системно. Другая задача, конечно, молодежное крыло, это молодежные программы. Это не только лекции, это не только учеба, это не только занятия в мечети. Это и различного рода проекты, которые мы реализуем, в том числе проекты социальные, в том числе проекты спортивные, в том числе проекты, которые направлены на стабилизацию, на единение нашего народа, того народа, где мы живем. И это тоже серьезнейшая вещь. Межрелигиозные контакты, межрелигиозная работа, она важна. Это не обязательно религия ислам, не обязательно религия православия. Есть еще традиционные верования местные, есть еще люди других верований и религий. Но суть религии, любая религия, она же благо несет. Она несет добро, если искренне проповедовать и исповедовать. И основная моральная, основная база религиозная у любой религи, это морально-нравственные фундаменты. Вот он у всех идентичен. И вот одна из наших задач на этом поле, на этом уровне объединить людей и Осетии, и не Осетии, и всех тех, с кем мы встречаемся, с кем мы контактим. Ибо в те времена в Осетии, в те другие далекие времена, сегодня для нас люди четко понимали, кто в какой конфессии, и уважали других людей за их конфессию. И морально-нравственный аспект был на довольно высоком уровне, и на этом, конечно, было единение наших адабов, наших адатов и нашего агдава. Вот, в принципе, коротко то, чем мы занимаемся. Там много еще работы, там и молодежный, и детский программ у нас летний есть. Конечно, молодежный, у нас спартакиада молодежи Кавказа, который мы собираем в Осетии, на этой площади, где собираются люди не только мусульманские, мусульманские веры, но и все остальные, и даже те, которые еще не определились, мы ее делаем для всех. Это тоже один из аспектов объединения, идентичности общей нашей, и северо-остинской, и российской. Ну, сейчас все перечислить, очень проблемные вопросы, и СВО, которые сегодня мы готовим, помощи гуманитарной. Мы сейчас с газой видели проблему, тоже очень много сделали. До этого землетрясение было в Сирии, в Турции, российская диаспора наша обратилась к нам, и мы вчера не приехали, кстати, на Гольцово в Кавказе, и столько благодарностей не только от турецкой общины, а именно от кавказских общин других национальностей. Они увидели, как Осетина, Северная Осетия оказали существенную помощь, обратили внимание. Ну, сейчас перечислять трудно, потому что ежедневно, бывает, ежедневные запросы какие-то становятся перед нами. Все это решаем, иногда в авральном темпе, иногда спокойно в том темпе, который у нас прописан. Бывает, обращаются к нам больные, бывает, обращаются, по удому сгорел, бывает, обращаются срочно на вывезти ребенка куда-то. Всему этому содействуем, есть у нас ребята конкретно, кто этим занимается. И когда мы занимаемся вот такой помощью, то опять-таки мы объединяем людей не только мусульманской веры, мы объединяем людей всю молодежь Кавказа, Владикавказа, Осетии, взрослое поколение. Вот эта работа направлена как раз таки на объединение, особенно молодежи Осетии. Вот вы упомянули уже о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь. Вы можете продолжить немножко в эту сторону, разговаривать с нами, но упоминая конкретно проблемы, с которыми мусульманское сообщество сталкивается сегодня, которые связаны с какими-то современными тенденциями, не очень приятными. Вот что это за проблемы? Я бы сказал, что одна из самых серьезных проблем, которая стоит перед нашей осетинской общиной, это отсутствие мечети. Во Владикавказе? Это очень серьезный вопрос. Он давно стоит, он давно назрел. Мы многократно обращались к власти. Битаров в свое время, будучи главой он определил нам в этот момент, мы разрешили его. Но не было участок кадастров, не было, неживание не произошло. И вопрос немного задержался. Сегодня почему-то не совсем желают нам его отдать. Вот недавно разговаривали с главой республики, не знаю, может сдвинуться с местной точки, потому что, вы знаете, и находится мечеть в Владикавказе. Это самый центр города. Рядом стоит мощнейшая, большая гостиница, которая сейчас увеличилась, вторая, вторую престольную. Это центр, видимо, карточка совершенно верно. Это вход в парк, это мостик, это площадка, это в ресторанах танцы, в ресторанах свадьбы. Летом музыка вот сейчас начинается все время, создает напряженность в обществе. Во время пяческой молитвы наши ребята ставят машины, закрывают улицы, буйма народу. Это создает предпосылки для каких-то серьезных и больших проблем. И назвал серьезную необходимость выделить землю под мечеть. Это напряжение витает из своего общества, они понимают, что им не дают этой земли. Это очень плохо. Это как раз носит такую нервную нотку в наших отношениях. Я очень надеюсь, что скоро это будет решено. Я считаю, что это самая главная проблема. Есть у нас проблемы в Сюраке, в Чикале. Давно необходимо назвать вторую мечеть, потому что эта мечеть, которая действует на маленькие, находится на краю села. Старшие люди старшего поколения уже не могут ходить так далеко. Не всегда их возят. И постепенно они уходят из жизни, уходят из срок. И ко мне не часто обращаются живые, которые сегодня и те, которые были вчера. А когда у нас будет мечеть, мне нечего ответить. И землю купили, и проект сделали. Но пока разрешения нет. Я считаю, что это не серьезные отношения, это глупые отношения. Так и иначе, когда-то оно будет постойно. Когда мы говорим о профилактике терроризма, когда мы говорим о воспитании, о нраве, о будущем молодежи, в то же время мы не даем ставить мечеть. Это не сопносится со словами. Потому что если мы хотим, чтобы община влияла на воспитание молодежи, на его образование, вообще на его жизненный статус, да и тонус тоже, то надо видеть этих ребят, по крайней мере, перед собой в мечети, чтобы мы знали, кто есть кто. Вот этого нету. И понимания этого тоже нету. Есть прекрасная мечеть, вернее, не прекрасная мечеть, а остатки прекрасной мечети. Был такой известнейший человек, Данил Бекцаликов, генерал-лейтенант, который построил красивую мечеть, построил школу, был мошенничным меценатом, платил детям стипендии, кто уезжал учиться, очень многие отправил, содержал школу. И вот эта мечеть, которая, как мы говорим, наследие наших предков разрушается, осталась трястяной, то мы же пока не можем получить разрешение на ее восстановление. Есть вот эти проблемы, и они не красят ни лицо тех людей, кто запрещает, и не отдаются благам в обществе. Я хотел бы, чтобы вот этот, я буду пока считать это недоразумением, чтобы мы его и жили, и всем обществом, и не обязательно, чтобы это были мусульмане. Когда строится церковь, мусульмане помогают в первую очередь. Когда мы восстанавливаем мечети, нам православные помогают. Это востребовано в обществе. Вера — это духовный воздух человека. Если будем лишать духовного воздуха этого человека, его духовности, и в то же время с экранов телевизоров, или скафедрой, или еще откуда-то, говорить о солидарности, об единственности, о патриотизме, о взаимном уважении, то уже не вяжется. Мы должны следовать за своими словами, за своими обещаниями, и за тем, о чем мы толкуем. Мы формируем мировоззрение у молодежи. Оно должно быть доброжелателем. Направление твоего мировоззрения однозначно будет в том ракурсе, в котором мы его настраиваем. И родители, и общество. Но в этом мировоззрении обязательно должно присутствовать доброта и уважение к старшим, к соседям, к всем остальным. Если мы этого сегодня не сделаем, что мы ждем завтра от вас? Я думаю, что здесь мы ошибаемся, когда не участвуем в этом деле. Вот я бы это... Я вот это одна из сервизодейших проблем, и не только Осетии. Потому что она в Москве творится, еще где-то. В прошлый раз кто-то из вас задал вопрос, почему, чем отличаются те, кто запрещает мечети там, в Лондоне или еще где-то, и наши, если вы помните. Я заговорился и не успел ответить на этот вопрос. Потом вспомнил. Ничем эти чиновники не отличаются друг от друга. Ничем. Тот, кто препятствует строительству мечетей... Мечеть же, понимаете, есть такой стереотип неправильный для людей, которые не знают историю, вообще историю, что мечеть это вот место, где молятся. И все. Вот там собрались люди ограниченные, вот им надо помолиться, и больше ничего не надо. Мечеть была всегда центром социализации людей. Всегда. Она была центром духовным, она была центром образования. Все старейшие университеты сегодняшнего нашей цивилизации, не европейские, которые на тысячи лет моложе, которые сегодня про всех мы слышим про них, а азиатские, они были созданы при мечетях. Так что мечеть, она фактор образования, фактор созревания мировоззрения и однозначно фактор того, по которому равняется нрав того молодого человека, который ходит в мечеть. Он резко отличается от того, который на улице болтается и не ходит в мечеть, или в церковь. Вот мой ответ. Известно, что у нас в Осетии преобладают две религиники, ислам или христианство. Как вы думаете, вот это разнообразие вносит мировоззренческий разлад в нашу нацию, в одну нацию? Я об этом часто слышу, и я против этого мнения, категорически против этого мнения, потому что религия не может разлад вносить. Она уже раньше не вносилась. Когда они начинают убеждать, что религия вносит разлад и день, и день, и день, это для тех, кто не понимает религии. Вот те мировые религии, вся нравственная догмоническая база, она идентична друг к другу. И христианские заповеди, и Нагорная проповедь Иисуса, и последняя проповедь нашего проповеда, Салаха Мухаммада, они же идентичны. И когда мы говорим о религии, о разных религиях, то о чем мы говорим? Почему-то стереотипом возникает такая мысль, что эти религии друг на друга тянут, друг от друга тянут, а дьявол конкурировать абсолютно нет. Баланс народа, который следует своим религиям, например, в Осетии, он давно состоялся, давным-давно, и он не меняется. И он не зависит от количества людей или еще от чего-то, абсолютно он зависит от божьего промысла и от тех людей, которые уже там состоялись, родители, дедушки, прадедушки. И бояться этого, это просто глупо. Вот та нравственная база, она идентична, и она объединяет всех, если мы следуем тем канонам, о которых мы говорим. Если мы просто говорим, то, конечно, ничего толку в этом нет. Еще хотел бы поговорить о сегодняшнем феномене актуальном. Все чаще и чаще мы замечаем, что молодежь активно интересуется религией, в частности, исламом, конечно. С одной стороны, это очень хорошо, потому что нужно, условно говоря, пропагандировать религию, особенно в наше время. А с другой стороны, как вам кажется, в этом есть противоречия какие-то? Потому что слепо следовать моде, даже если это религия, это все-таки не очень хорошо. Как вам кажется? Просто я тоже замечаю, что все чаще и чаще девочки покрываются моей ровесницей. Это же прекрасно. Это прекрасно, но как вам кажется, есть ли в этом влияние моды? Я отвечу на это просто так. То, что молодежь сегодня, я бы не сказал, что так активно, но заметно, заметно интересуется религией, это фактор времени. Раньше религия была под запретом, поэтому нечем было интересоваться. Сегодня это стало открытым, они видят, наблюдают, они читают в интернете, они узнают друг от друга. И, естественно, молодежь, она же импульсивна, она пассионарна и интересна. И она, конечно, идет на это, и она познает религию. Есть ли в этом элемент моды? Ну, я бы сказал бы, что нет, не совсем, потому что это не так просто притворилигия. Это проведение Божьей. Если Всевышний открывает сердце, ты пришел, не открывает, ты не пришел. И те люди, которые поддаются в моде и приходят, например, в мечеть, в общину, то они очень быстро сеиваются. Вот я бы сказал бы, такую крамельную вещь, может быть, не совсем крамельную, может быть, это история нашего с вами времени. Часть людей, которые бывают радикально настроены потом, они как раз из этой части, которая приходит, подавшись к какому-то импульсу. Они приходят в религию, им импонирует. О чем говорит эта религия? В первую очередь о справедливости, верно говоря. Они, как и каждому молодому человеку, эти призывы братства, дружба, справедливость, равноправие, их тянет, их призывает, их манит, эти слова. И когда они приходят туда, и когда понимают, что не просто так братство, не просто так свобода, и не просто еще какие-то моменты, а ты должен быть в рамках чего-то особенного, и ты не должен за эти рамки выходить. То есть, есть дозвольные, есть недозвольные. Ты не должен давлять над кем-то, ты не должен ругаться, ты не должен чего-то, чего-то, чего-то. Их туда привела страсть. Так же? В исследовании моди это страсть. И когда человек пришел туда, и пришли они искренне, а не хотелось бы, хотелось бы им. Но когда они увидели, что их страсть не вписывается в те каноны, которые есть, в каноны морали, в каноны нравственности, то они начинают вывивать садикалии, радикализм проявляется, они стараются подавить других, кто им оппонирует. Вот истоки радикализма в этом тоже есть. Отсутствие нрава, отсутствие образования и страсти. Стремление возвыситься, стремление показать себя. Это очень страшное стремление. Те, которые просто пришли полюбоваться, захотели, когда поняли, что это серьезный труд. Это работа на собой в первую очередь. Они думают, что пришли в религию и все хорошо стало. И вот он стал религиозным, все им любуются, радуются. Нет, надо работать над собой. Не все хотят. Они от семьи все уходят. Приходил, походил, походил, ушел. Есть очень много ребят, которые приходят, не найдя себя православие, приходили в христианство, там не нашли себя. Кто-то еще в буддизм уходил, кто-то еще куда-то. Ну, ищущие люди. Часть из них оставалась, понимая, что вот эта ее часть тоже не находила себя, уходили. Потому что он не понимает, что он ищет. У него цели нет. У него есть желание что-то найти, а цели конкретно обозначить, что найти для себя, как ты будешь в этом участвовать, как ты будешь в этом жить. У них этого нет. И когда они начинают понимать, что быть человеком религиозным это громаднейшая ответственность и большая обязанность, то они справляются, они уходят. Хаджимурат Харумович, в прошлом году, когда вы приезжали к нам на лекцию, я сама задавала этот вопрос, вы говорили, что не поддерживаете традиционные истинские верования, которые не укладываются в христианство или в ислам, в определенную великую. Как вам кажется, можно ли быть достойным мусульманином у нас в республике, но отдавать должное и нашим собственным традициям, воспринимать их как часть культуры, а не религии все-таки? Конечно. Но надо четко обознать, что такое культура, какая часть этой культуры или является этой культурой, и является ли это наследием от наших старших, и было ли так же при них. Вот беда в том, что я против вот этого, то, что не является ни культурой, ни наследием, это новоделом сегодняшнего дня, вот эти застолье и все остальное. Я отношусь к культуре очень, как бы вам сказать, с уважением, к культуре другой, обязательно с уважением, если она является элементом культуры, если она не является чем-то таким, который не вписывается ни в рамки сегодняшнего цивилизационного ряда, и тем более, что он никогда не вписывался, и его не было в рамках тех людей, которые жили. Я только против этого. Я не против каких-то верований, я не против каких-то тренированных укладов, надо тренировать, как красота в традиции. Смысл бывает. Бывает, что-то перед, вот, спрессованное веками не дошло до нас, и там обязательно есть элемент религии, и православие, и ислам, обязательно. Ничто ниоткуда не появляется никогда. Но когда оно, как сказать, сформировано, как-то непонятно из-за чего, и откуда, и для чего, это мнение не понирует абсолютно. Когда я задаю вопрос смысл, в чем вот вашего верования, где начало, где конец, куда мы идем, зачем, ответа нет. В чем смысл вот этого застолья громадного, в чем смысл ритуала, как ритуала, когда ты с, не знаю, с бокалом, со стаканом, как его назвать, обращайся к Господу. Господу надо, обращение к Господу это молитва. Ты должен обращаться с трепетом в душе, с благоговением, с благодарностью, а ты протягиваешь стакан со спиртным, который жестко карается, и разговариваешь, как бы ты даешь наказ депутатам, но все, что было хорошо, на фондах растут, еще что-то, еще что-то, что в голову взбредет туманное, это развивирование, я считаю, что это нет. А то, что было вот раньше у предков, чисто, все, почему я не против этого. Когда в том, что делают люди, называя это верование, называя свои какие-то действия молитвой, должна быть красота, чистота, и благоговение перед тем, к кому ты обращаешься, и понимание того, к кому ты обращаешься, кто же против этого. А когда это ничего с собой не несет, есть процесс бессмысла и без ничего, то я его не понимаю. Я не воюю, я не вражду, я абсолютно нет. Каждый человек отвечает за свои действия, но я конкретно не понимаю, что действие. У вас такой ответ устроили? Конечно. Я просто, знаете, я же тоже переехала из Владикавказа, сюда, в Гилл, выступила, и очень много раз сталкиваюсь с тем, что и преподаватели, и мои ровесники говорят, что у нас в Осетии с религиями что-то непонятное, то ли христианство, то ли ислам, то ли язычество. Меня вот это слово язычество очень оскорбляет. Все-таки вот есть какое-то представление, что это боги у Осетии, хотя я с этим не согласна. Мне кажется, что это не традиция, но вот не такого характера. Вам кажется, что это... Ну, вам как кажется? А я вам вопрос задал бы. А на сколько глубокие традиции и как далеко они идут? В глубь, например, не веков, лет. Я нигде в старых записях, в старых историях не встречал этого. Вы имеете в виду пантеон покровителей? Конечно. Не считая вот нардского эпоса, да? Там вообще не потяните. Не понятие как, поэтому я тему не буду говорить. Но когда осетины, сидя за столом и не сидя за столом, говорят, «Евна кусам балкаманные» это основной, фундаментальный элемент единобожия. «Евна кусам балкаманные» какие еще боги у них. Вот и все. Если ты говоришь одно, через пять минут совершенно другое, продолжаешь же вот после этого тост. В чем двое религия? Кому ты обращаешься? Кому? Просто так? «Евна кусам балкаманные» это, говорит, единый Господь, у которого нестся товарищей. Ты к нему обращаешься. Через пять минут, через три минут начаешь, говорит, совершенно другому, кому-то еще обращаешься. Я не считаю, что это элементом осетинской культуры. Я, может быть, громко заявляю, но если бы этого не было приемного кусам балкаманные, я бы не сказал бы этого, но оно есть. Оно в нашем лексиконе присутствует испокон веков. Это о чем говорит? А единобожье осетин. И когда мне говорят, вот ты говоришь, что мы недоможники, вы нет, ваши старшие, да. Тот, кто это изначально сказал, и кто этого придерживается, конечно, да. А тот, кто это просто так говорит, не вникает в смысл этих слов, как ты можешь молиться, не вникая в смысл слова. Если есть действие, в котором нету смысла, ну альцина этому действию. Это форма. Без задачи, без цели, без ничего. Застолье. Ну, я не могу еще на это говорить. Здесь еще раз повторю, это им тоже обидно было, я говорю, мне отношения к вам нет, никакого. Я не собираюсь ни враждовать, ни поучать, но я не понимаю. Если вы мне объясните, я с удовольствием пойму, но вы мне объяснить не можете. Так что, эта тема надуманная. Ее нет. Если ты говоришь, я его накусал балкован, и остановись. Все. И к этому Господу обращаюсь совсем по-другому. Известно, что наша страна больше 70 лет была официальной страной атеистов. Как вы думаете, на Кавказе кто-нибудь терял веру в угоду в советской власти? Тоже стереотип. Когда говорят, что 70 лет не было религии, то такого не может быть. Те люди, которые воевали в Великую Отечественную войну, они в основном родились и состоялись и приобрели мировоззрение религиозное до того, до того, как была религия запрещена. Они жили в религиозных семьях все. У них дедушки, бабушки, и отцы тоже, и сами. Те люди, которые вот 20 лет, 25 ушли на фронт, у них же было мировоззрение, уже религиозное. Они еще прожили до 75-го года, до 80-го года. То есть религия республику никогда не покидала. Наша нация тоже никогда не покидала. Это не надо забывать, что она изменилась, ее меняли, не было религиозных знаний, не было религиозных основ, не было, запрещали учить. Да, она начала колебаться, конечно, приняла вот такие формы, о которых мы сейчас говорим. Уже не было у кого учиться. И когда человек из поколения передает, и каждый ее интерпретирует так, как он понимает, не так, как написано, не как, как религия, а так, как он ее понимает, потому что ему никто этого не объяснил, никто ему этого не показал, их вины в этом нету, это время такое было. Но чувство Господа, чувство Бога, чувство Хуслава, оно всегда было, оно и есть. Иначе вот так быстро бы не церковью не наполнялись бы, не мечеть. Эти люди не откуда-то взялись. У них у всех, если не отцы, то деды были в религии, бабушки были в религии. Спросите любого взрослого человека, спросите, он тебе скажет, где он эти азы приобрел. То есть цепочка была, непрерывная. Не было академических знаний религиозных, не было возможности их получать, ну и, конечно, исповедовать. Да, шатане пошли, но смысл понятия религии Господа, оно было, присутствовало. Я же тоже в это время вырос. Я четко знал, что Хусал, и он умеет. Я четко знал, что он с меня спросит, что он есть. Да, я не жил пока на религии, абсолютно. Как и все в те времена. Но осознание того, что Господь есть, и что будет спрос, оно присутствовало. И бабушки пальцем грузили, где Хусал, на фаскакангрии. И мать, это же было, это же есть. Так что я не думаю, что мы легко, вот по сравнению со остальными республиками, наверное, мы легко поддались на отдаление от религии. И это тоже присутствует. Такое само общество отдалилось от религиозных канонов. И в области поведения, в области застолья, в области одежды, в многих областях не было ограничительных, четко обозначенных табу. Потому что не было религии. А тех знаний, которых хватало, у людей, которые были, они не помнят, что это четко, вот этого нельзя, ты можешь отвечать. Я думаю, что актуально еще сказать про другой стереотип. Ислам, религия добра, справедливости, мира, но при этом окружена множеством стереотипов. Вот, например, недавно тоже, в теракте террористы, которые совершили его, про них писали в СМИ, что они как раз-таки мусульмане. Один из стереотипов таких, что ислам связан с кровью, чем-то за жестоким. Вам самим легко нести это бремя? Вы вообще ощущаете вот это бремя стереотипов? И если да, то как с этим бороться? Конечно, как вы сказали, бремя этих стереотипов мы ощущаем. Раньше ощущали больше. Почему мы ощущаем, почему бремя этих стереотипов есть? Почему ислам? Почему не иудаизм? Что творится в Газии? Почему не православие, не христианство, не католичество, которое тоже, дай Бог, сколько оно творит? Почему не истинно? Люди этим вопросом никогда не задаются. Люди привыкли к стереотипному мышлению. Люди разучились думать. Люди, вот, есть такая общая волна, которую запускают, и все, человек попадает под эту волну, и он не размышляет, что и почему и как. Это самое изначальное. Вот вчера я, например, послушал, кто изобрел термин исламский экстремизм и терроризм. Знаете, кто? Такой есть Бениамин и Таньяху. Знаю. Конечно, вы уже знаете. Вот он 30 лет назад историческую справку скинул в интернете, создал вот этот миф и начал его пропагандировать. Исламский терроризм, исланский терроризм и показанный пальцем Палестину и Югазу. Этот стереотип нужен был, чтобы бороться с исламом и не с исламом, с какими-то такими вещами, которые им нужно было, чтобы эти люди ушли. Не конкретно Палестине, Палестине само собой и в других местах. Вы забыли, что арабские страны и многие африканские страны они были колониальными странами. В колониях они жили. И чтобы их угнетать, этот стереотип еще шел и оттуда. Это люди второго сорта. Это люди непонимающие, это люди неосознающие. А цивилизация тех же арабов была на голову выше, чем в Европе. Когда 15 веков в Кордове назад я об этом часто говорю, было уличное освещение и канализация, то через 500 лет после этого в Париже помои и соком водивали. Никакой канализации не было и не было никакого освещения. это были две разные цивилизации. Но через 500 лет оказалось, что они цивилизованные впереди планеты всей, а все остальные, мусульмане, они люди второго сорта, они люди необразованные, люди не знающие. Это борьба, борьба как раз наверное цивилизации. Я против этого был раньше определением, потом потихонечу, потихонечу соглашался. сверху. Это была четко спланированная борьба, четко сегодняшняя мысль. Сегодня мы видим и СВО, и все остальное, то, что Америка, и Запад, это есть четко стратегические цепи вот той борьбы, которая началась. А Россия, почему сегодня идет обострение такое, даже не сегодня против России. Все войны, которые вела Россия с Западом, начинал Запад, они хотели убрать Россию. Я считаю, что Россия один из таких духовных бастионов, которые сдерживают вот это направление Запада на сатанизацию всего мира. Сегодня это явно ведь. Я про эти однополые баки уже не говорю. Это уже стало для них традицией стало. Сегодня уже для них обязанность становится страшнейшая сатанизация общества. Люди об этом не думают. Для них виноват ислам. Причем ислам? И вот это клише присутствует, 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 присутствует. И это не просто так делается. ИГИЛ откуда появился? Откуда появилась башня, которую вроде бы взорвали? Откуда? Американская целу все это делает? Все эти организации, которые радикально исламические, так называемые, произведения же этих хруппы. А люди не знают, не понимают. Она религия. Это не просто слова любви, согласия и мира. Везде она прописана, мир и согласие, и терпение, как и во всех книгах, книги от одного Господа. И там сказано, как человек должен себя вести. Там нету слова об этом. Но стереотипы есть, клише есть. Вот банальный пример, наглядный, горячий, к сожалению. Вот это Кропу Сити. Вы думаете, почему там таджики оказались? Не белорусы, не татары, ну татары тоже мусульмане, а именно среднеазиат и именно таджики. Красные отношения с Таджикистаном. Прекрасные. Сотни тысяч таджиков здесь работают. Ведут себя нормально, толково ребят. А чипенцы везде есть, в которых нет ни нации, культуры. Но здесь, когда я это увидел, вот посмотрите, вставят таджики. Это все специально склонировано, сделано. Сегодня это же доказывается, что специально сделано, кто это сделал. Но ислам пролюбили, пролюбили, чтобы эта фишка не ушла со стола. Раньше это время ощущалось сильнее и тяжелее было нам. Сегодня люди начали понимать своей большой массе. Даже во дворе у нас, где я живу, женщины встречаются, говорят, как так, объясни, вот это, почему так. мы же понимаем, что не так. Вы правильно понимаете. Но часть людей, которые не мыслят, вот она стереотип есть, одна линия в голове, она, о, все там, ислам, все там. Вы помните, ну, вон, девочки, в Чечне, когда была война, то отрезали головы английским операторам сетей. Не помните? Честно не знаю. Ну, и выставили их на стек, вот так положили голову. Должна была войти телекомпания, есть сопротивляться, когда они смогли сопротивляться, они просто всех убили. Не просто убили, Богу ответили. В исламе нет такой там, это запрещено. Но показали, вот мы, вот мы головы резали, вот мы мусульмане. Я думаю, что те же англичане, или кто против них был на этой катаре, все спланировано было, не просто убили, не просто предупредили, а показали это зверство. Ну, часть людей это, на самом деле, села в мозгах, они говорят, вот видите, что твоя мусульмане, не мусульмане-то твоя. А если исполняют мусульмане, безголовый, безнелигиозный и безнравственный. А таких людей в каждой религии, в каждой нации, к сожалению, имеется. Следующий вопрос, который меня лично очень интересует. Как вы думаете, у всех ли есть способность услышать глаз Божий, или есть люди, которые априори по рождению закрыты к этому, закрыты к религии? Я скажу так, это лично мое мнение, опираясь на какие-то, конечно, основания есть для этого, что, наверное, путь Господу открыт у каждого человека, абсолютно у каждого человека. И сказать, что априори он закрыт перед Господом, я думаю, это неправильно. Каждый человек открыт Господу, но Господь не все допускает к себе. Он же говорит в Коране, что я им закрою уши, закрою, я нарежу глаза и запечатаю сердца. Зачем? Почему? Одно объяснение. Всевышний Иланд же четко знает содержание сердца для каждого человека. Наверное, он по нему видит, что когда человек не принесет блага в религии. Не дает, не пускает. И когда человек мне говорит, что я бы хотел быть в религии, не обязательно в исламе, но часто такие вещи бывают по поводу такого вопроса. Ну, наверное, не пускает мне Господь. Но если Господь тебя не пускает, задумайся. Это же не повод отойти от религии, это глубочайший повод задуматься. Это глубочайший повод задуматься. Если ты не задумался, эта цена преисподняя, она очень дорога. тебя туда это ведет. Ты будешь держать ответ перед Господом. Когда человек говорит, что я совершаю малый грех, она так и есть. Но перед кем ты его совершаешь, ты об этом задумайся. Отношения человека с Господом очень серьезные. И на кону стоит серьезнейший вопрос. И когда ты не отдаешь дань этой серьезности, ждет большая беда этого человека. Вот как-то я прочитал, сказал один человек, когда спрашивают меня, если Господь существует, если я отвечаю да, а его нету, то ничего страшного. Ну нету, нету. Я сказал, нету. А если я говорю, его нету, а он есть, а тогда что? А тогда катастрофа. И в этом человек, который вот так говорит, или думает, что у него сердце закрыто, запечатано, там же написано. А что ты сделал для того, чтобы этого не было? Ты сам что сделал для того? Есть вопрос к человеку. Почему так? Вот он должен это понимать. Когда человеку кому-то что-то дают, или друг ему не дают, он же не говорит, вот написано, не дали. Он говорит, а почему меня не дали. Это материально. Сразу вопрос возникает с разлучением. Здесь нету этого вопроса. Ну вот, не дается мне и все. Это серьезный вопрос. Ты должен задуматься, я считаю, я об этом не раз говорю, я считаю, что ты должен знать религию. Дальше ты приобщишься к ней или не приобщишься, это твое дело. Лично твое дело, и лично твоя ответственность перед Господом. Но у тебя есть ответственность перед обществом. Ты должен познать религию в той культурной части, чтобы ты мог понимать смысл, мотивации или религиозные признаки, чтобы не обидеть человека. Если ты мусульманин, ты должен краткий курс православия и христианства знать. Если ты христианин, православин, ты должен знать каноны мусульманской религии. И оттуда идет и взаимопонимание, и взаимоуважение, и все взаимные действия, которые мы должны вести на этой нашей прекрасной земле. Как вам кажется, обязательно ли верующему человеку становиться религиозным? Если я человек верующий, не верующий, возникает вопрос, а в чем ты веришь? А как ты веришь? А как, в чем проявляется твоя вера? Я знаю, что есть Господь, но это и сайтан знает. Более того, на самом том, в чем твоя вера? Ты знаешь, что есть Господь? Да. А почему ты не следующего словам тогда? Где твоя вера? Человек неверующий. В моем понимании человек неверующий. Да, может быть, малорелигиозно образованный, мало поклоняется, но он четко знает и старается делять внимание. А человек говорит таких большинство. Господь у меня в душе. Так видно должно быть твоего Господа по твоим поведению, по твоим делам. А если не знаешь канонов, если не человек говорит, я никого не обманываю, я плохо никого не делаю, почему я в Господа должен наказать? Так ты не веруешь в Господа. Да, ты плохо не делаешь, ты молодец, ты не воруешь, ты не обижаешь, ты не орушаешь, но ты в Господа не веруешь, ты веришь, что ты веришь в человек. И почему он тебя должен миловать? Господь же милостив? Чем? Он тебе дал жизнь, он тебе дал воздух, дышать, глаза, вечерство, тебе дал все, твоих родственников, маму, папу, тебе дал пропитаны, но все это от Господа же, мы это понимаем, но не поклоняемся. Это неблагодарность, величайшая неблагодарность. Если мы хотим быть благодарны к людям, если хотим быть благодарны вообще, то мы должны учиться этой благодарности, быть благодарен Господу своему, и ты будешь благодарен людям после этого. Но если у тебя этой благодарности нету, ты говоришь, а я Я верую. Что ты веруешь? Это не вера. То есть, если ты веруешь, ты должен следовать. Я прав? Да, я согласна. Логика же есть какая-то? Абсолютная. Я просто знаю много человек, которые христиане, которые отказываются ходить в церковь, только потому что они не поддерживают церковь как институт. И еще им не нравится в целом русская православная церковь как что-то управляемое. Я знаю. Я таких мусульман знаю, не только православных. Точно так же отвечаю. Я верую, но я не хочу доходить. Не ходи. Учись, пожалуйста. Чтобы учиться, тебе должен быть учитель. Не надо. Никто тебе над тобой давлять не собирается. Учись познавать свою религию и совершать то, что тебе предписано Господом. Не ходи в мечеть, если ты не хочешь. Найди учителя. Но ты должен знать. А когда ты начнешь знать, ты придешь в мечеть сразу. Так что это взаимосвязано. И когда человек говорит, я не ходу в церковь, ну не ходи. Тебе никто не заставляет. Потому что отвечать будешь. А как ты будешь познавать православие? Каким образом? Я знаю, как все вести. А как? А вот здесь прочитаешь. А я так хочу. Это же не каноны религии. Это же не вкладывается ни в какой рамке. Ну как? Религия – это мощнейшая наука. Люди вот это не понимают. Если есть наука, то это религия в первую очередь. А потом все остальное. А люди вот этого не понимают. Наука – жизнь. Наука, когда люди религиозные, из них лучшие математики будут. Из них лучшие экономисты. И лучший, лучший, пожалуй, ракурс отношения к религии. Тому вопросу нет другой. Не к религии, а к науке. К экономике, математике, физике. Чему хочешь. Он начинает понимать, что это не просто физика. Это проявление законов Господа, которые он открыл, и он видит их. Он начинает понимать, вот какой Господь. Совсем по-другому начинает относиться. Но с ними тяжело быть с таким временем. Вот здесь чувствуется закрытые сердца. А человек не хочет переступать через свои «я». Это гордыня. Почему? Иблист был согнут оттуда, от сверху. Гордыня. Чисто проявление гордыни. Сильнейший грех, который несет за собой все остальное в цепочку. Но люди, которым овладел это гордыня, они этого не понимают. Они тебя ни за что не признают. Я нормально, ко всем же нормально отношусь. Я вижу, но ты к Господу нормально не относишься. К кому ты еще можешь от нормального сердца? К Творцу, который дал тебе все, ты не поклоняешься. Не хочешь узнать. И причина у тебя церковь, батюшки, имамы, мулы. Они не могут быть для тебя инструментом отрицания религии. Никогда. Что нету таких батюшек, которые придешь, заслушаешься. Нету имамов, которые придут, и оторваться от него трудно. Почему ты ищешь кого-то от других? Вообще, почему ты ищешь оправдание? Так что, это второй вопрос. К тому первому вопросу идет прицепом. Абсолютно, абсолютно. Вопрос опять, где верующий, где религиозный человек? Как может быть человек, верующий, не религиозный? Может быть? Значит, там чуть-чуть другая категория. Не буду говорить об этом. Я ясно говорю? Да, 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 конечно. Спасибо большое. Я бы еще хотела, чтобы вы под конец в двух словах суммировали, что для вас такое быть верующим человеком. Во-первых, спасибо за беседу. И все мои слова, и то, что я говорю, это лично мое мнение. Чтобы никто не думал, что я над кем-то давляю, кого-то хочу привлечь, кого-то хочу потянуть, кого-то хочу упрекнуть. Это дело каждого человека между им и его Господом. Вы просто говорите, что лучше было бы вот так. А вернее было бы вот так, вот так, вот так. Я тебе другие каноны расскажу верующим человекам. Вот сказано так. Что такое верующий человек? Что такое мусульмально? Человек от руки дел языка, которого не подправит никакой человек. Вот суть мусульмально. Где здесь радикализм и где здесь терроризм? Человек может назваться мусульманином, когда люди, которые вокруг него, в абсолютной безопасности, в абсолютной от его действий, в абсолютной безопасности. Это есть мусульманин. Люди, человек, которому люди доверяют свое имущество. Не сомневаясь, что он пропадет, не пропадет. А только верующий человек. Человек, которому люди доверяют своей жизни. Категория высшая еще. А ты ее хотела в другой раз перевести. Вот это верующий человек. Принципы верующего человека – это то, которое мы сегодня теряем и вот хотим восстанавливать. Каждый в себе тоже обязательно. И, конечно, у тех людей, которые с нами, которые за нами. Во-первых, это вера. Это абсолютное убеждение. Терпение, доброжелательность – это добрый нрав. Это характеристический верующий человек. Не надо далеко ходить, что он скажет. Вот то, что есть, то, что по нему видно – добрый нрав, терпение, уважение к людям, к творениям Господа. Глубокая убежденность, что это отличается в вере. Вот поэтому он такой. Не просто по его желанию, по его милости, по его доброте души. Нет. Потому что, как Господь сказал, так проповедовал пророк Мухаммад Салаху Алейху Асламу. Ему сказано, ты не способен для мирок, чтобы поднять нрав людей. Первая задача – поднять нрав людей. Улучшить нрав людей. Вот это есть вера. Все остальное производное. Абсолютное производное. Как это делать? Что это делать? И, конечно, во главе этого стоит, как отдать себе Господу своему, как молиться. Чтобы ты знал, как помолиться, как сделать, чтобы… Ты почему должен делать томовение? Не будет какая-то твоя мать была. Позно чистить душу. Должен брать свой гнев. Все касается души человека. Когда человек встает и говорит, я этого не хочу, он плохой, негодяй. Это такое-сякое, а с этим будем воевать. Там не чувствуется запаха религии и ислама. Поэтому то, что ты говорил сначала, почему везде присутствует ислам в таких ситуациях, ну, доходит таких людей. Это специально делается, чтобы умы молодежи не были забитые исламом. Есть же миллион других примеров, об этом же не говорят. Сегодня общая умма мусульман, она за миллиард выходит. За миллиард, ты смотри, за миллиард. Такое количество людей. А те, которые воюют, что делают их 0, 0, 0, 0, 0, 1% от всего этого миллиарда. И об этих никто не думал. Посмотрите, какие азиатские страны, развитые. Как они себя ведут. Посмотрите, на нрав людей тех. И какой-то клочок маленьких групп пулей, которые все это перечеркивают. И все это остается в стороне. И вот он. Ипотизм показывает, как мусульмане режут, убивают, поджигают, взрывают. Десятый, четвертый, пятый. Более 12 тысяч детей уже убито в Газе. Так же? Это молчат все же на Западе. После бомбежки Ирана ранили одну девочку. И вой поднялся. Я против капельки крови. Не только ребенка, любого человека. Но вот эта несовместимость, эта несправедливость, и эта лицемерие, она же не приводит к хорошему. Столько детей погибло, их специально убивали. Об этом тишина и везде. И параллельно наши действия в России какие и как ее очерняют. Вот мы говорили о стереотипах. Как спокойно можно разобраться в любой теме? Спокойно сесть и задумать. Сопоставить, ставить факты. И если надо спросить, знаешь, чего это. И все явно. Кто прав сегодня, кто не прав. А сегодня идет откровенная борьба добра и зла. Откровенная борьба. Сегодня сатана уже не прячется. Он показывает, что он делает. Большое количество людей это не понимает. Абсолютно. И вот все доберелибералы, в том числе, мне интересно, давай, поведут мир, братство и все, а вот это сейчас не воспринимают. Что это? Страсть, вере. Поэтому человек религиозный, он должен быть настолько понятным в его поведении, что он не понимает, что он религиозный человек. Ну не надо об этом говорить. И одеваться в одежду какие-то. Его поведение будет обо всем. Спасибо большое. Можете еще напоследок дать наставление и совет студентам нашего университета? Я повторюсь, я об этом тоже говорил. Это относится ко всей молодежи и, конечно, к студентам вашего прекрасного вуза. И желательно, чтобы молодежь и Осетии, и других республик, и нашей России понимала одну вещь. Молодой человек должен быть активным. Обязательно. Банальные вещи, я скажу, что этот возраст такой, когда человек впитывает в себя все. Знания, здоровье, навык, опыт. Из него получается специалист, человек, который будет профессионалом на своем месте. Который создаст семью. Который четко определено знает, что он хочет делать. То есть нас не учили, мы отвыкли. Человек, молодой человек, который учится в вузе, хотя он до этого должен был сделать, он четко должен ставить перед собой цели. Масштабные исследования. Обязательно. Закончил институт, что он, чем он будет заниматься, он должен знать. Когда женится. Куда пойти на работу. Конечно, по пути достижения этой цели, этой задачи, вернее, этой цели, задачи будут меняться. Жизнь определяет свои приоритеты. Но он будет стремиться туда, к тому прекрасному, о котором он думает. Когда человек живет, не ставит перед собой цели, ничего хорошего не получается. Его будет бросать с одной стороны в другую, и, конечно, вы можете его прибить к благому берегу, хорошей зарплате, хорошей работе. Случайно. Можете не прибить. Но у него потеряется активность, у него потеряется жизненный тонус, у него потеряется то мировоззрение, которое из нас делает человек. Вот говорят, что надо сделать, чтобы уничтожить человека. Всего и на всего уничтожить его счастье. Счастье быть человеком. И все. И это успешно на западе делать. Уничтожают отношения гендерные, уничтожают все, что окружает человеческую, а лучше человеческую душу. Вот молодой человек должен стать, мощнейшую задачу стать человеком. А кто будет равняться? И все получится. Нельзя жить без цели. Нельзя жить без маршрута, который я себе наметил. И нельзя не отдавать активность в этом направлении. Тогда ты истец закончишь, и университет, и еще какие-то вехи для себя сделаешь. И доктором станешь, политиком станешь, человеком станешь самое главное. То есть люди, которые не достигли больших высот, в каких-то областях, но они достигли больших высот в своем человеческом измерении. Их все всегда уважают. Для них равняются, их ставят пример. К ним хочется советоваться. Ну и много других бонусов, которые человек зарабатывает. Ставьте цели. И решайте их. Ставьте цели обязательно. На каждый год, на каждый, на всю свою жизнь. Каждый замуж выйдешь. Это цель. Самое плохое, когда человек говорит, я не знаю, нету цели. Есть желание, но цели нет. А это желание должно быть облачено в такую стратегическую форму. Да, я должна вот через два года закончить, через два года. Надо создавать семью, это влага, семья. До одной из первоначальных врачей. И когда наша молодежь женится 30 лет, 35 лет, она уже не молодежь. И она 15 лет в холостую прошла. Вот это одна из первых задач. Когда люди будут к этому стремиться, выбирать, стараться, не следовать страстям, совсем другая жизнь будет. Так же ты поставь цель. А что ты будешь через пять лет делать? А с чего ты хотела бы, чтобы ты через 10 достиг? Не просто хотела бы, а свое желание должно быть у того чинов, что-то. Как ты это будешь достигать? И идти по этому пути. Не спать, стараться, меньше так кататься, меньше ходить куда-то на дискотеке, а уделять внимание тому процессу, который должен идти, который должен тебя вести. Будет прекрасно. Знаете, я пример приведу. Мы были в Узбекистане, в Муфтии, и одна из наших встреч, конференция, сейчас не помню, ну мероприятие было. Оно происходило в республиканской библиотеке. Там гражданин, красивый зал внизу был, а потом другая часть, в плане, внизу прошла, она была наверху, там, типа классов было. И вот вся эта толпа начала подниматься наверх, а я пошел пешком с кем-то. Она такая стеклянная форма, интересная. Вот проходишь на площадку, и ты видишь, что классы, не классы, а помещения, где читают, учатся. И представляете, что каждый этаж был забит молодежью. Каждый этаж забит был молодежью. Ну, поднялись, я все время об этом думал, а что они там делают? Может быть, улог какой-нибудь в институтах, может быть, еще что-то. Когда закончили, я спустился, у меня время было, и подходил, на двух этажах, а что вы здесь делаете? Учимся. У вас общие занятия? Нет, каждый пришел сам по себе. У нас библиотеки пустые стоят. У этих людей стоит перед собой задача. Наших нет. У большинства. Да, учатся, ну, уроки делают, стараются. Цели большой нет. Есть задача получить диплом. Может быть, я не про всех так скажу. Есть другие люди. Основная масса получает аттестат, потом диплом, потом думает, куда будет строиться, получше. А вот не надо диплом получать, надо оборудование получить. диплом подтверждение, что закончили институт. Не подтверждение твоему образованию, подтверждение твой интеллект, твои знания. Вот я это хочу молодежу сказать. Хорошо. Спасибо большое за интересную беседу. А мы благодарим факультет международной журналистики за оказанную помощь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова